Всем привет! В этом видео поговорим о том, что на Украине сообщили о скором начале российского наступления. На Украине заговорили о широкомасштабном наступлении российской армии. Украинский портал «Страна» опубликовал интервью с главой администрации Мукачевского района Закарпатской области. В нем Сергей Гайда сообщил, что российские военные активно накапливают силы и средства для наступления, которое скоро начнется, тогда как украинская армия продолжает недополучать от западных стран обещанную военную помощь. 20 марта газета New York Times написала о том, что вооруженные силы России ведут наступления по всей лиге фронта, начиная от Харьковской области заканчивая южными районами Запорожья. На скором начале более мощного российского наступления свидетельствуют несколько маркеров. Американский портал «Политика» впервые написал о том, что на Украине растет пессимизм из-за вероятного поражения Украины в военном конфликте с Россией. Рупор Вашингтона, глава европейской дипломатии Жазе Боррель заявил, что ближайшие три месяца станут решающими для украинской государственности. При этом европейский дипломат сообщил, что Евросоюз не пойдет умирать за Донбасс. О желании остановить продвижение российских войск вглубь украинской территории ранее заявил лишь Макрон и британские сателлиты в лице трибалтийских государств. Других желающих направить своих солдат на верную гибель в Европе не нашлось. Британские источники ранее сообщали, что российское наступление начнется в апреле, после президентских выборов в России и после того, как на большей части украинской территории просохнет почва. Российское военное руководство готово задействовать в наступательной операции две резервные армии, которые в течение 2023 года создавались в тылу. В конце февраля этого года министр обороны России Сергей Шагу сообщил, что по итогу минувшего года военные контракты с Минобороны заключило 540 тысяч человек. Это позволило дополнительно создать две резервные армии, шесть дивизий. О готовящемся наступлении свидетельствуют, резко возрушая в последние дни, активность российских ВКС, мощные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и центрам принятия решений в украинской столице. Западные аналитики пока теряются в догадках, на каком направлении российская армия готовится нанести главный удар. В качестве наиболее вероятного называется рассекающий удар северо-Харьковской области вдоль Днепра до Запорожья в попытке взять в клещи основную группировку украинских войск, расположенную на Восточном фронте. Субтитры создавал DimaTorzok